привет друзья вы на канале пчел начинающим с вами анатолий борисович мы находимся в донецкой области сегодняшнем ролике я вам покажу как я готовлю из полыни настой и подкармливаю пчел вот сейчас вот вот это вот полынь у нас тут возле пасеки сейчас нарежем ее вот такие вот еще можно сказать даже цветет зеленая он еще цвет такой не совсем увел но и приготовим сироп сейчас покажу как я готовлю сироп и потом дальше вот такой букетик полыни нарвал я я думаю его достаточно хватит готовлю примерно в такой пропорции где-то на 2 литра 2 с половиной литра полынь нарезать ее желательно мелко вот так делаю нарезаю вместе и цвет и все эти палки крупные можно отложить в сторону в общем все нарезаю затем такую емкость где-то на два с половиной литра сейчас возьму котелок вот он все это дело туда помещаю и сейчас залью водой ну вот такой вот получается состав примерно 2 литра воды на вот это вот вот такой букетик полыни ставлю на огонь кипятить ну а тем временем пока будет закипать полынь настойка с полыни будет делаться я одновременно делаю сироп сироп сахарный вот этот 5 литровая кастрюля наливаю примерно два два с половиной литра воды и засыпаю сахар 4 килограмма вот на 2 с половиной литра воды 4 килограмма сахара вчера купил в магазине ровно 4 килограмма получилось вот в такой пропорции примерно и делаю где-то получается 1 к 2 ну даже не 1 к 2 а где-то так ну процентов 60 65 сахара правильно сказал да ну и все это дело у нас варится сахарный сироп настойка с полыни вот она закипела ну кипячу где-то минут 15 10-15 минут достаточно сахар надо помешивать чтобы он не пригорел и ждем когда оно будет все это готово дело вот сироп практически готов сахар растворился закипела и сразу выключаю затем настойку она уже простоялась часов 5 вот настоялась остыла естественно я ее процеживаю чтобы не было этого мусора получается такая классная настойка темно-коричневого цвета и вот этот сироп около пяти литров сиропа я туда вот где-то 200 250 грамм вот этой настойки из полыни получается такое классная пахучая вещество напиток сам бы пил до пчелам надо вот такая вот густой сироп почти мед так вот друзья приехали на пасеку привезли мы сироп этот перелил я ведро сейчас мы тут его нальем в такую удобную кружку с носиком и пойдем ставить вот такие вот кормушки я приобрел вот такие вот кормушечки маленькие ну где-то тут грамм 250-300 на полтора стакана и идем теперь ставить их вот сюда вот сейчас мы поставим за заставную тут рамочки еще тоже не полностью с медом ну это средство она в качестве профилактики вот поноса от клеща настойка полыни горькой пчела потребляет и потом как говорят клещ вот так вот наливая немножко улику состоит ну и все сейчас щелки пойдут потребляет клещи потом вернее потребляет пчела пчела становится горькой и грязь отпадает ну так объясняют специалисты так это или не так вот никак пчелки не услышат вот оса уже прилетела ну все оставим вот так вот сейчас следующий улей поставим вот ставим очередной улей эту же кормушечку так 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 немножко не входит вот так да немножко все и наливаем пчелы за день забирают на следующий день и опять подолью ну вот так вот видите вот они еще не слышат потом они быстренько придет сейчас посмотрим там где я наливал это было позавчера по моему так вот здесь вот я уже наливал видите вот они все забрали вот сейчас сюда нальем эти кормушки еще хороши тем что вот пчелы здесь не тонут вот они кормушечка мелкая они вроде бы как и плавают но очень быстро отсюда выбираются им очень легко отсюда выбраться вот видите удобно и хорошо ну все идем дальше ну вот таким образом разделил я все это ведерко сиропа и завтра еще добавлю в остальные семьи как говорят полынь это очень полезное лекарственное такое растение это профилактика пчелам от вараатоза от поноса поэтому осенью полезно давать его в сироп там медовый или сахарный сироп ну а сейчас вот вы можете посмотреть как оса попытается попасть к пчелам в гнездо это такая маленькая семейка отводочек на пяти рамках слабенький и вот она все рвется они ее отгоняют нижний литок закрыт наглухо представляете если сейчас бы он открыт был то обязательно уже просьбили бы эту семью они не смогли обороняться и нижний и верхний а вот верхний все закрыли и не дают осы вот со всех сторон так сяк но никак ну вот так на этом все друзья пока до свидания до новых встреч